и сегодня мы поговорим о разогреве при помощи рисования набросков, в том числе поз. Мы уже обсудили техническую сторону вопроса, то есть как нарисовать ту или иную позу, но я пока что не объяснил вам зачем вообще это нужно делать. Если кратко, то суть в том, что так вы готовите себя к работе и оттачиваете навыки. Итак, фоном я поставлю запись моего собственного разогрева, который я рисовал этим утром. Я немного ускорил запись, но вообще на один набросок у меня уходит не более 45 секунд. Итак, у меня есть сетка с клетками, совсем простой документ. В каждой клетке я рисую набросок и как только меняет 45 секунд, я перехожу к следующей клетке. И самое замечательное в этом 45 секундном рисовании то, что мне приходится за очень короткий срок улавливать и обрабатывать очень много информации. И это и есть та самая замечательная сторона разогрева – быстрый темп. Я рисую наброски один за другим без остановки. Я могу рисовать в подобном темпе 30-45 минут. И рисуя во время разогрева, я почти впадаю в транс. У меня нет ни одной лишней секунды на то, чтобы отвлечься и подумать о том, чем же я буду заниматься позже или чем я занимался на прошлой неделе. Я весь в работе. Потому что если вы хотите уложиться в срок, вам нужно реально шевелиться. Вот в этот основной секрет. Я не учусь рисовать людей. Я оттачиваю работу своих рук. Когда я в работе пытаюсь передать позу как можно точнее, я не задумываюсь над тем, что же делают мои руки. Мои руки – это лишь продолжение моих рук. Поэтому я учусь работать руками быстро и интуитивно. Я оттачиваю нанесение линий. Работая с такой большой скоростью, у меня просто нет времени на то, чтобы два раза прикинуть, как нанести линию. Мне приходится делать это слету. Именно так я обретаю уверенность рисовать. И эта уверенность помогает мне не только в рисовании поз. Также позже я буду рисовать космические корабли, пейзажи или что-то еще совершенно иное. Но и в этом случае разогрев очень эффективен, так как с его помощью я тренирую и развиваю связь между моим мозгом и моими руками. Я не обдумываю свои движения. Я фокусируюсь на том, что хочу нарисовать. А мои руки сами выполняют всю работу. Поэтому если вы выполняете это упражнение в первый раз, я рекомендую вам использовать обычный блокнот или альбом и обычные изобразительные средства. Например, карандаш. Это отличный способ отточить свои навыки и начать рисование уверенное. И если честно, рисование при помощи обычного карандаша и бумаги это куда лучшее решение для новичков, чем средство для цифрового рисования. Но если вы уже не новичок, а хотите работать с инструментами для цифрового рисования, то можете рисовать и в Photoshop. Тут действует та же самая идея. У вас не будет времени на то, чтобы дать на клавиши и пользоваться клавиатурой. Вам нужно погрузиться в работу. И как только пройдет 30-45 секунд, вам нужно будет переключиться на следующее изображение и рисовать, рисовать и рисовать. И тогда возникнет эта чудесная связь между руками и мозгом. Поэтому я настоятельно рекомендую вам попробовать это упражнение. Но если вы собираетесь делать это упражнение, то вам нельзя отвлекаться. Потратьте как минимум полчаса на разогрев. И даже если в этот день вы ничего больше не планируете рисовать, упражнение работает эффективно только тогда, когда вы достигнете нужного темпа. И ваши руки и мозг заработают слаженно. Я сам не занимаюсь медитацией. Насколько я могу судить, это упражнение по своей сути очень близко к медитации. Как только вы войдете в нужное состояние, начнется самое классное. У вас может уйти 10-15 минут только на то, чтобы почувствовать, насколько вы настроились на работу. Но как только это произойдет, вы почувствуете прогресс, начнете чувствовать связь с руками. Вы начнете обретать уверенность в рисовании. И если вам не хочется рисовать фигуры, не беда. Еще одна интересная интерпретация этого упражнения – открыть папку с вашими любимыми фотографиями, картинами и попробовать передать их суть за 30 секунд. У вас все равно получится набросок, а не полноценный рисунок. Но в нашем случае важен сам процесс. Вы можете включить на компьютере слайд-шоу, настроив его так, что изображения обновляются каждые 30 или 45 секунд, но не больше, иначе вы увязнете в деталях. Я рисую уже многие годы и могу вам сказать точно, неважно какой у вас уровень. Разогрев при помощи набросков – это отличный способ отточить ваши навыки. Желаю вам удачи в этом интереснейшем упражнении и спасибо за внимание.